Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как проходили похороны моего брата в Лондоне. Я уже рассказывала о том, что нам пришлось ждать похорон целых два с половиной месяца, пока длилось расследование. И вот нам поставили дату 16 августа, мы можем сохранить тело моего брата, но как это сделать, куда обращаться, как организовать похороны и так далее, я ничего об этом не знала. И обратилась к нашему судмедэксперту, а также патологоанатому, который ввели следствие за помощью, и спросила, куда мне обратиться, и так и так, вот я иностранный студент, у меня нет денег, как нам похоронить брата, я ничего не знаю. Они сказали, не волнуйся, мы все организуем. Я говорю, ну как же, это же сколько-то стоит, я знаю, что похороны от 5000 фунтов, то есть 500 тысяч рублей мне могли обойтись. Но мы, конечно же, решили с мамой, что у нас будет кремация, потому что перевозить тело в Петербург, мы вообще даже не знали, как этим заниматься и где вообще в Петербурге хоронить и так далее. И вообще нам было очень тяжело увидеть тело моего брата, поэтому мы решили хоронить его в закрытом гробу, но в принципе у англичан так и принято, гроб на похоронах не открывается. И вот эти англичане, которые вели расследование, сказали, что не волнуйся, вам все это обойдется бесплатно, мы возьмем эти деньги из его налогов, пенсионного фонда, с его карточек, если там что-то есть. Ну и на всякий случай у нас есть благотворительные компании, которые могут помочь людям в беде организовать похороны и провести их. Я, конечно, думала, что ну как у нас это принято, знаете, похоронят как собаку под забором, образно говоря, то есть ну иностранец, кому он нужен без денег, так быстренько проведут и все. Но то, как нам организовали похороны, полностью шокировало меня. Нам сказали 16 августа к 9 часам подъехать на кладбище под названием East London Cemetery and Crematorium, то есть кладбище и крематорий Восточного Лондона. В принципе, это кладбище принадлежало тому району, где брат погиб и где велось расследование. И ни о чем не заботиться, ни о чем не думать, просто приходить на похороны, где все для нас будет организовано. Накануне мы с мамой сходили в Теско, купили два букета белоснежных гладиолусов, рано утром сели в поезд, нам пришлось ехать, в принципе, через весь центр Лондона, так как я на тот момент жила на Эрскорте. И где-то за полтора часа мы добрались до места. Пока мы ехали, кстати, я слушала музыку в наушниках, у меня играл Стас Михайлов, и как раз такая еще песня была «Там, там, где тебя нет, там, там падает черный снег». И, в общем, как-то тревожно было, и такое, знаете, состояние опустошенности и бесповоротности судьбы. Я помню вот эти вот свои ощущения, свои чувства, и потом я вложила это все в свой финальный фильм, где у меня главная героиня потеряла своего любимого человека и полностью потерялась по жизни. И вот так вот у меня тоже такие были ощущения, что вот куда меня дернет, туда я и пойду. Как бы не было такого, какой-то цели в жизни, какого-то спокойствия, успокоения души, что ли. Все было в таком напряге, но мы еще и не знали, как там состоятся эти похороны и вообще, как это все будет проходить. И, конечно, когда мы пришли в нашу церквушку, там как бы чапол это называется, две такие маленькие церкви, одна для похорон, другая для кремации. И вот нам сказали, проходите в чапол для кремации и ждите, в 9 часов начнется церемония. Мы с мамой на похоронах были вдвоем, такие вот две одинокие души, просто стояли и плакали. И не знали, что, как, куда, то есть начнется, не начнется. В общем, в каком-то таком стрессе жутком были. К нам подошел человек, видимо, организатор, и стал спрашивать о Стасе. Кем он был, что он делал по жизни, чем увлекался, какую музыку слушал, какую бы музыку мы предпочли услышать на похоронах. Что ему нравилось, он спросил. Я вспомнила, что в последнее время он слушал прекрасное далеко, а не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, вот эту песню. И думаю, ну где они возьмут сейчас эту песню? Я так поняла, что они хотят включить ее в конце. Говорю, знаете, он любил очень русскую песню, но думаю, что у вас его нет. Я переговорила с мамой, она говорит, ну пусть включат Баха. Думаю, какое-то произведение Баха у них есть, так как в детстве мама часто включала ему Баха, пока он был еще маленьким. Да и я тоже в детстве слушала часто классику. И они сказали, хорошо, включим Баха. В итоге в 9.00 ворота кладбища открылись, и туда въехал шикарный автомобиль марки Jaguar, который вез гроб. А впереди, перед автомобилем, гордо, так торжественно шел, ну я не знаю кто он, церемонимейстер, наверное, в цилиндре, в смокинге с такой тростью. В общем, так достойно, медленно, торжественно. И я была просто в шоке. Я думала, может быть, я что-то путаю, как бы, ну не могу так хоронить моего брата. Прямо как короля возили на это кладбище. Мы с мамой, конечно, хоть и плакали, но просто рты пораскрывали, как будто бы мы смотрим какой-то фильм со стороны. У меня даже такая мысль возникла, думаю, может быть, мне это стоит снять. Ну как, я сниму похороны собственного брата. Но это было просто шикарно. Просто нет слов описать такой восторг. Мы-то ожидали такие похороны. Ну, привезут, скажут пару слов и похоронят. А нет, тут прошла целая церемония. Хоть нас и было двое, но полную церемонию там в течение получаса вот этот вот организатор рассказывал, что вот мы сегодня хороним такого вот человека. Он был там инженером-строителем, он приехал в Лондон, он отучился там в Гринвичском университете. Ну, ту информацию, которую я ему дала, только он вплетал её в какие-то такие торжественные и красивые слова, что на душе становилось не так тяжело, как у нас на похоронах. Извините. Что на душе становилось не так тяжело, как у нас на похоронах, а наоборот какая-то лёгкость и светлость появлялась, что вот такой вот человек был, и вот так вот о нём торжественно отзываются какие-то незнакомые чужие люди. Ну, так у них, видимо, организованы все такие вот мероприятия. Вообще для англичан, по-моему, похороны — это не как у нас. Это торжество человека, человеческой души, отходов в другой мир, в мир, наверное, более лучший. Ну, конечно, они радуются тому, что человек отмучился, если он умирает по старости, но у нас-то была немножко другая ситуация. У нас человек погиб в полном рассвете лет, ему было 36, почти уже 37, и вот такое вот несчастье его настигло. Но всё равно было очень приятно, что вот такой вот отзыв, хоть мы с мамой вдвоём никому не нужны, ни родственникам, ни друзьям, но достойно и торжественно похоронили брата. Что мне очень запомнилось, и как-то тоже было не по себе, и нетрадиционно, не так, как принято, так как вся церемония шла на английском языке, мне приходилось переводить всё маме. И этот организатор говорил два, три, пять предложений и ждал, пока я переведу всё, что он сказал маме. Это было тоже как-то приятно, что человек не просто так отчитал, знаете, как это, пришёл, отчитался и ушёл. Нет, он как-то ждал и отнёсся со всем пониманием и уважением к ситуации и к людям, по-человечески, в общем. Организатор прочитал нам одну притчу о Боге. Хоть мы и неверующие, в принципе, люди, и там вообще другая вера, они или протестанты, или католики, но как-то эта притча дала нам какое-то облегчение и спокойствие. Конечно, я всё это переводила. И как она звучала, сейчас я вам расскажу. Как-то раз одному человеку снился сон. Ему снилось, что он идёт по песчаному берегу, а рядом с ним идёт Бог. На небе мелькали картинки из его жизни, и после каждой из них он замечал две пары следов на песке. Одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он обернулся и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа. Не ты ли говорил мне, что если я последую твоим путём, то ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе? Господь отвечал, «Моё милое-милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину». Когда были в твоей жизни тяжёлые горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нёс тебя на руках. Вот такая вот христианская притча, которую я нашла в интернете. И в принципе, да, я с точностью перевела её маме. Но было, конечно, очень тяжело, пока я слушала это. Всё равно наворачиваются слёзы от такой вот истории. И в этот же момент я должна была повернуться к маме и всё это повторить на русском языке. Я, конечно, пыталась там подобрать слова, но мама более-менее понимала, и она была благодарна и тому человеку, который рассказывал эту притчу, и мне, что я как-то хоть и коряво, но перевела. И вот именно от такой вот истории как-то всё-таки на душе стало легче и светло. Ну и после этого он сказал, что мы сейчас прощаемся со Станиславом. Вот его последняя воля. Он любил слушать музыку Баха. И сейчас мы прослушаем одно из его произведений. И включилась какая-то светлая-светлая такая музыка. Ведущий ушёл со сцены. Ну там был какой-то такой небольшой подиум, где он стоял и произносил всю эту речь. И включилась такая светлая музыка. В окна бил солнечный свет, какие-то пылинки летали. Мы просто сидели с мамой вдвоём в этой маленькой циркушке. И как будто бы лучики света поднимались вот так вот вверх. И как будто душа моего брата улетала куда-то туда, в небо. Не знаю, какие-то вот светлые чувства вызвали эти похороны. Я знаю, как проходят у нас в России. Хоть я никогда и не была на похоронах, но это очень такое тяжело. Вот этот вот Марш Шопена. И сразу такой надрыв души. А здесь вот какое-то облегчение, что ли, души. Какая-то вот светлая такая память воспарила. Я даже эту музыку Баха-то и не знала. Хоть я и музыкант со стажем, я знаю многие произведения Баха, в том числе и Мессу Си Минор. Но что-то было похоже на Мессу. Очень-очень красивая мелодия. И как-то вот она мне запомнилась. И запомнились вот эти вот ощущения чистоты, спокойствия, лёгкости, одухотворённости и чего-то такого невесомого. Вот как будто действительно я увидела, как душа моего брата стала подниматься в небо. Не знаю, вот честно, огромное спасибо тем людям, которые организовали такие похороны. Мы с мамой очень им были благодарны. Мы даже администрации кладбища написали отзыв и слова благодарности, они были в шоке, у них никогда такого не было. Попросили книгу для записи и вот на русском языке написали. Я там ещё на английском перевела. И мы были очень счастливы от того, что люди вошли в наше положение и организовали такие шикарные похороны. На следующий день мы вернулись обратно на кладбище, забрали прах в таком достаточно большом контейнере. И нам дали вот такой вот сертификат о том, что тело моего брата было кремировано. И вот недавно в Петербурге мы обнаружили кладбище недалеко от нашего дома, купили место и там захоронили прах моего брата. А вот к пятилетней годовщине, 1 июня, нам поставили памятник, как перевозить тело умершего из Англии в Россию, сколько стоят похороны и место на кладбище в Лондоне, а также во сколько нам обошлось всё это в России. Я буду рассказывать в следующих роликах. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok